Мороз по коже. Японские ученые заявили, что нашу планету ждет новый ледниковый период. Земля начнет катастрофически оставать уже в 2014 году. К такому выводу специалистов подтолкнули результаты полувековых наблюдений за течениями в мировом океане. Исследователи уверены, человечеству не поздоровится. Леденящие душу подробности в репортаже Алексея Кнора. Жители солнечной Боливии шокированы. Улицы, обычно изнывающих от жары городов, утопают в снегу. Эти аномальные осадки боливийцы назвали «белой смертью». От холода в эти июльские дни уже погибли два десятка человек. Сотни с обморожениями находятся в больницах. Мы попросили власти перекрыть все скоростные магистрали. Дороги в ужасном состоянии и ездить по ним смертельно опасно. Да и в больнице, если что, вряд ли смогут помочь. Ведь палаты все забиты. В это время года столбик термометра раньше никогда не опускался ниже плюс 15. Сейчас в столице Боливии Сукре рекордный минус 10. Метеорологи, раздавая многочисленные интервью, стараются не показывать своего волнения. Но они уже не скрывают, дальше будет только хуже. По нашим расчетам, в конце июля, начале августа выпадет еще больше осадков. Это приведет к катастрофе. Мы стараемся отслеживать любые погодные изменения, чтобы предупредить граждан о резких скачках температуры. Другая страна, но похожая картина. Погода проверяет жителей Китая на прочность. Транспортная система оказалась парализована. 30 тысяч семей остались без света. Десятки человек погибли. Все это звенья одной страшной цепи, уверены японские исследователи. На протяжении 50 лет они изучали течение Мирового океана и этим летом пришли к сенсационному выводу. О глобальном потеплении, уже набившем оскомину, пора забыть. Планете угрожает глобальное похолодание. Результат наших исследований пугает, но это факты. Уже в 2014 году на Земле начнутся серьезные климатические изменения. Катастрофические, я бы даже сказал. Период, когда температура на планете росла, заканчивается, и его сменит резкое похолодание. И начнется оно с северного полушария. Астрофизика из Пулковской обсерватории Хабибулу Абдусаматова заявление японцев не удивило. Он и сам давно высчитал, что средняя температура планеты скоро понизится. По мнению российского ученого, это связано не только с океаническими течениями, но и с небесным светилом. Солнце гиреет Землю не так, как раньше. Результаты чего мы ожидаем, что ориентированно в 2014 году должно произойти стабильное снижение температуры на Земле. Чуть больше, чем через год, температура в северном полушарии снизится на 2 градуса, говорит астрофизик. И это серьезная цифра. Хабибулу Абдусаматов напоминает, чем обернулось понижение температуры всего на 1,5 градуса в середине 17 века. Население северных стран сократилось существенно на 1-3 до половины за счет холода, голода и миграции. Вот такую обстановку мы ожидаем где-то ориентированно в 2060 году плюс-минус 11 лет. Как жителям Земли уберечься от новой напасти, нет ответа ни у японских, ни у российских исследователей. Глобальное изменение климата, похоже, существенно сократит человеческую популяцию. Пробные точечные удары природы показали, люди не готовы к новому ледниковому периоду. Алексей Кнор, Антон Гладышев, Марина Бежицкая, ТВ3.